Бескомпромиссная, безапелляционная, бессмертная, библия. Программа «Б». Современный мир производит искушения в промышленном масштабе. Целая индустрия навязчиво призывает нас. Купи, посмотри, послушай, сделай. Но далеко не все из этого предлагаемого пойдет нам на пользу. Как бороться с пагубными соблазнами? Можно ли совсем искоренить тягу к ним? Обсудим это прямо сейчас. Всем здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Б». Сегодня... Что сегодня у нас? Какое сегодня число? Сегодня 28-й. Сегодня у нас хороший день, да. Хороший день. Последняя передача апреля. Впереди у нас майские праздники. Лето впереди. Вот забавно. Люди, которые будут потом в повторе это слушать, они будут вспоминать, а что же было тогда? А у нас вот так, да. Замечательный день. И в этот замечательный день мы решили начать новую жизнь. Бороться с искушениями. Поможет нам в этом профессионал этого дела, священник Павел Бегичев. Привет. Здравствуйте. Ты мне скажи, ты уже епископ или еще векарный епископ? Я уже епископ. Вот. Заметьте, какой рост. Павел уже довольно давно с какой-то периодичностью посещает нашу передачу. Начинал он совсем скромно. Но вот теперь он вырос до епископа. И я чувствую, как он вообще... Сейчас все люди... Существует все пространство. Сейчас все люди захотят приходить сюда на передачу. Чтобы записываться в очередь. Ну, конечно, скажут. Ты был на программе Б? Вау. Слушай, там прибавку дали. Карьерный рост. Главное, так устроим. То есть до того, как я был на программе Б, я был рядовым продавцом в магазине. А сейчас я владею. Меня зовут Олег. Я еще не был на программе Б. Да, Олег. Здравствуй, Олег. Ну, ничего. Со всеми это первый раз происходит. Ладно. Жан-Поль Бельмондо говорил. Говорил. Искушение – это духи, которые вдыхаешь до тех пор, пока не захочешь иметь весь флакон. Красиво сказал. Ну, хорошо сказал. Хорошо сказал. Ну, согласен, не согласен. Похоже искушение на духи? Искушение похоже... Ну, на самом деле, кто чем искушается. Вообще искушение, конечно, это такое предложение коммерческое. Ну, вот. Ты сделай вот это, мы тебе за это подарим радость. Да. То есть ты что-то делаешь, получаешь взамен удовольствие. Вот это, по сути, искушение, да? Ну, да. Тут ситуация какая. Как раз обещают не столько удовольствие, сколько обещают радость. А вот получает ли человек радость, это большой вопрос. Потому что после... То есть, на самом деле, искушение, оно работает как? Вот я помню, в детстве, я был маленький, и у мамы были такие перламутровые пуговицы. Вот, значит, они были такого яркого медового цвета. Ну, в баночке лежали, значит, там, чтобы пришить. И я помню, что вот они казались совершенно сладким леденцом. Ну, то есть, вот, если ты их будешь как бы лизать, то это будет вот сладко-неимоверно. И я каждый раз лизал, и каждый раз разочаровывался. Но всякий раз, когда я снова эту открывал баночку, чтобы поиграть с пуговицами, снова хотелось лизнуть. Ты понимаешь, что там ничего нет. Но елки-палки, как... И вот интересно, что искушение, если мы говорим в подлинном смысле этого слова, искушение, как такое предложение от сатаны свернуть с Божьего пути на путь греха, оно, собственно, работает по этому же сценарию. Тебе обещают радость. Но самое радостное, что ты... Ну, это то, что ты себе нарисовал. Потом после вкуса... То есть, самое классное в искушении, это предвкушение. Предвкушение, да. Например, моя дочь в песочнице. Жуткое искушение попробовать песок на вкус. Вот оно, да, это искушение сладко до тех пор, пока она не положит песок в рот и не поймет, что это гадость. И что вообще несъедобно, невкусно, и хочется плеваться, и папа, помоги мне. Ну, это же в притчах сказано. Сладок, краденый хлеб, да, но после него рот наполняется дрессвою. Да. Что такое дрессва? Что-то нехорошее. Опилки, по-моему. Ну, вот на самом деле это понятие, оно же не только сейчас в религиозной сфере встречается. Даже мы с рекламных плакатов же видим, там, поддайся искушению. Только верующий человек подвергается искушению? Нет, искушению подвергаются абсолютно все. Просто не у всех есть механизмы противостояния этому искушению. А в какой момент все-таки искушение становится именно искушением, а не просто коммерческим предложением? Например, идет человек мимо фастфуда или ресторана, и там большой плакат, поддайся искушению, или там, отведай наш гамбургер. Для кого-то это не проблема зайти и просто съесть его. Это не является для него какой-то проблемой искушением, а для кого-то это будет испытанием, искушением, которое он хочет преодолеть и должен преодолеть. Вот где эта грань? Ну, грань там, где это приносит тебе вред, где ты знаешь, что вот то, к чему тебя искушают. А обоим им принесло это вред. Просто один из них считал, что все нормально, для меня это не проблема, я съем и пойду дальше. А кто-то пообещал себе вести здоровый образ жизни и хорошо питаться, и для него это проблема. Ну, сейчас мы уйдем в бесплодный спор о вреде фастфуда и так далее. Я сегодня не поборол, кстати, искушение, в фастфуде позавтракать. Я не о фастфуде, я же о том, что человек сам принимает решение, что для него будет искушением, а что для него будет, ну, просто. Нет, не думаю. Я думаю, что тут как бы искушение действует наугад. И иногда оно падает на такую подготовленную почву, а иногда нет. Ну, то есть, есть целый ряд предложений, которые там у меня не вызывают никакой страсти и никакой радости поддаться. Значит, а есть целый ряд таких предложений, которые вызывают у меня эту страсть. То есть, вот то, что называется радость, то есть, вот аж дрожь такая. То есть, надо обязательно, это обязательно надо. И надо сказать, что не всегда это плохо. Ну, то есть, есть масса хороших удовольствий и совершенно негреховных. Например, я в конце рабочего дня думаю с радостью о том, как я приду и приму горячий душ. Ну, задержать удовольствие. Ну, то есть, это же хорошее, негреховное удовольствие. Принять хорошее удовольствие. Это слишком так вот, это как-то неправильно. Так, давай мы чуть-чуть заземлим слушателей. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. И вопрос ко всем слушателям. С какими искушениями вы сталкивались вот в последнее время и как вы их побеждали? То есть, чем вы пользуетесь? Ваше оружие в победе над искушениями? Вот было бы интересно вот именно вашу историю, вашу механизму знать. 8-800-333-1706. Или можно отправлять сообщение через твой точкой. Я же к чему все это веду, на самом деле? К тому, что это субъективно. А может, не субъективно. Есть субъективные вещи, а есть вещи объективные. Например, спать с чужой женой, это всегда объективно плохо. Или убивать людей. Почему плохо? Чего плохо? Спать с чужой женой, почему плохо? Потому что так Бог сказал. Если человек не верит в Бога. Давайте не будем притворяться, что мы неверующие. Мы не будем, да. Но у нас огромное количество слушателей, для которых это вовсе не аксиома. У нас больше 5 страны. Да, конечно, можно поискать какое-то рациональное объяснение, типа заболеваний, передающихся половым путем. Даже угрызение совести может быть разрушено отношение. У массы людей нет угрызений совести после этого акта. Наоборот, они говорят, я счастливил человек. Всем было хорошо. Значит, почему я прелюбодействовал? Тем более, жена не узнала. Жена не узнала, да. Ей нормально. Мне хорошо, ей хорошо. И жене моей хорошо, потому что она ничего не знает. Всем только хорошо. Почему это плохо? Мы не всегда можем найти рациональное объяснение. Мне кажется, даже это порочный путь. Это вот как в еврейском анекдоте, когда мама еврейская кричит, Фима, не бей Сему, ты же заболеешь и простудишься. Ну, ты вспотеешься и простудишься. Ну, то есть, Сему бить нельзя не потому, что ты вспотеешься и простудишься, а просто потому, что нельзя бить Сему. То есть, ответу на этот вопрос, почему нельзя убивать старушку, хотя старушку надо убить, дал уже Федор Михайлович Достоевский. Да, то есть, старушку по всем резонам убить надо. То есть, Раскольников по-любому прав, по всем законам, по логике и так далее. Но когда он старушку убивает, он понимает, что нельзя было убивать старушку. Нарушил духовный закон, который дает Бог. То есть, это вопрос веры, в принципе. Это вопрос реальности некой. У Раскольникова никакой веры не было. Он ее там обретает и так далее. Но человек сталкивается с неким законом духовной жизни, который невозможно преодолеть. Вот Раскольникову стало плохо, прости, что я тебя перебиваю. Но ты только что приводил пример мужчины, который переспал с чужой женой. Ему плохо не стало от этого. То есть, вопрос в реакции человека. Он столкнулся с этой духовной реальностью. Есть болезнь. Да, есть болезнь у человека потери чувствительности. Я не помню, как она называется в медицинском случае. Человек, например, не чувствует, что горячо. То есть, он кладет руку на раскаленную плитку и не чувствует. Он просто видит, что дым пошел и запахло горелым мясом. А ему не больно. Это довольно редкое заболевание в мире физиологии. А в духовном мире это заболевание весьма и весьма распространенное. Им болеет практически каждый человек в какой-то сфере. Он не ощущает, что ему это плохо. Но это не означает, что вреда это ему не приносит. Ну, то есть, если говорить об этих самых искушениях, то получается, ну, мы говорим о существовании духовного мира, да? То есть, мы говорим о существовании некого абсолюта, хотя люди во времена постмодернизма, я даже не знаю сейчас, честно говоря, какие сейчас времена. Постмодернизм уже. Ну, сейчас даже какое-то другое слово я слышал. Ну, да ладно. То есть, ты нарушаешь этот закон, это как закон всемирного тяготения. То есть, вступая в пустоту, да, то есть, там, на 12 этаже, выходя из окна, ты не пройдешь по воздуху. Ты неминуемо упадешь. Так же и здесь, это я к тому, что неважно, веришь ты в Бога или не веришь. Но если ты нарушаешь закон... Считаешь ли ты это грехом или не считаешь, ты так или иначе все равно приступаешь его. Это же незнание закона не освобождает. Ждает от ответственности. Закон начинает действовать. Ну, то есть, при этом человек говорит, да ладно, сотни людей живут нормально и счастливо, и грешат. Ну, вот, как Олег сказал, ну, просто они летят пока. Вот есть люди, которые не боятся высоты и ощущения свободного полета. Вот он летит с 12 этажа, то есть, он умирает, конечно, не сразу. И, может быть, даже найдутся такие люди, которые будут наслаждаться ощущением полета. Ну, кончится это. Если б можно было песню поставить, я бы сейчас поставил песню. Господи, я забыл, как зовут актера. Бёрджис. Потрясающая песня у него. Он вместе с Колином Фарреллом ее поет. It's funny how falling feels like flying. То есть, как человек падающий. То есть, прикольно, как человек, который падает, чувствует, будто бы он летит. То есть, очень-очень забавная песня. Ну, на самом деле, земля-то рано или поздно все равно там где-то встретится ему. Да, да, да. Ну, хорошо. Итак, давайте к искушениям. Человек, который понимает, пусть даже он не понимает. То есть, он человек, ну, обычный среднестатистический человек. То есть, пару раз в год в церковь ходит. Вот, там, крестик носит, ну, я вот имею в виду, да, то есть, какую-то религиозную принадлежность, как-то себя, может быть, ассоциирует, да. То есть, русский, там, значит, православный, да. Там немец, значит, там, ну, тут неоднозначно, да. Ну, литеранин, да. Да, то есть, поляк, значит, католик и так далее. То есть, здесь неважно. Вот. И он понимает, что вот эти самые искушения приходят. Ну, вот искушения не в религиозном смысле этого слова, а он понимает, что вот приходят эти какие-то тайные желания, а может быть, и не тайные желания, которые, может быть, и не полезны. И он даже понимает, что они не полезны, да, ну, в среднем, ну, все люди знают, что злоупотреблять фастфудом плохо. Ну, в принципе, так или иначе знают, читали, слышали об этом. Или знают, что вот эта покупка, да, вот эта покупка в кредиты, она будет, ну, на самом деле, мне вредна, но хочется-то очень сильно. И вот этот практический момент преодоления искушения, да? Да. Как вот человеку это сделать? Вот здесь просто закрывать глаза, просто проходить мимо, да, то есть, условно говоря, если сравнивать с некой религиозной жизнью, когда человек уходит в монастырь, да, чтобы вот его эти искушения не преследовали. Или я вспоминаю одного своего знакомого, который по весне, у него было плохое зрение, он говорил, я на улицу без очков хожу, чтобы не видеть вот этих вот, значит, женщин, которые там по весне, как только стало тепло, так сразу свои все мини-юбки нацепили. Ну, правильно, вот это же очень мудро поступает, потому что Господь говорит, глаз соблазняет тебя, вырви глаз, да, ну, то есть, я на случай с ними очки, да, да, то есть, вот. Ну, то есть, только так радикально, да? Ну, потому что, нет, ну, как, нет, большинство людей поступают более радикально, они запрещают мини-юбки, ну, то есть, как на законодательном уровне, да, вот. Слышал, недавно Саудовская Аравия вошла в Совет по правам женщин при ООН. Совет по правам женщин, ребята. Мы превращаем передачу в юмористическую как-то постепенно, я понимаю. На самом деле, у каждого искушения есть несколько стадий, возвращаясь к этому вопросу. То есть, ты, человек, на самом деле, подходит к искушению, ну, по разным стадиям. И в зависимости от того, на какой стадии ты находишься, ну, меняется методика борьбы. Есть, к сожалению, такая стадия, на которой никакие методики не работают уже. То есть, человеку уже сорвало крышу, его несет. Да, вот. Ну, то есть, практически, его может остановить только чудо. Похоть же зачавшая рождает грех. Она зачела уже. Ну, это как, вот ты знаешь, что тебе нельзя конфеты, например, у тебя там повышенный сахар в крови, да? То есть, ты идешь по магазин, значит, и убеждаешься, что тебе надо мясо купить. Но ты проходишь мимо кондитерского отдела и видишь свои любимые конфеты. И начинается первая стадия. Ты говоришь себе, ну, надо их купить, потому что гости. Ну, то есть, конечно, я не буду ем. Ты купил конфеты, да? То есть, ты принес их домой, и ты думаешь, я не буду открывать коробку. Ну, разве что посмотреть, не испортились ли они, а то вдруг там их неправильно помяты. То есть, ты открыл коробку, да? То есть, ты увидел одну конфету и думаешь, надо попробовать. Ну, может быть, я попробую, но есть-то точно не буду, конечно. То есть, я попробую одну. Ну, вот ты ее съел, все, и дальше ты очнулся над пустой коробкой. Вот. Именно вот через такие стадии проходит человек. Остановиться более-менее можно в магазине. То есть... Поэтому и глаз нужно вырвать и бросить от себя. Да, да, да. То есть, в этот момент. Хорошо. Артем из Эстонии свой метод пишет. Добрый день. Сейчас нахожусь в посте, и есть искушение сходить на обед. А еще у коллеги сегодня день рождения. Он принес угощение на работу. Борюсь молитвой и расставлением приоритетов. Для меня причина поста сейчас важнее удовлетворения голода или желания вкусненького. Очень здравая мысль, очень здравое рассуждение. Да, действительно, молитва один из основных методов борьбы с искушением. Для этого я вот и четки ношу. Иногда очень полезно что-нибудь острое в руку себе вонзить. То есть, чтобы переключить мысли и начать что-то перебирать. Ну, вообще, 10 раз подряд прочитать молитву Отче нашу очень помогает переключиться мысленно. Но помогает это именно на ранних этапах. Я вот к чему. Что если ты в последний момент спохватился... Это всегда так работает. Если ты в последний момент спохватился писать магистрскую диссертацию в последнюю ночь перед защитой... То есть, вряд ли поможет. Если ты спохватился молиться над открытой коробкой конфет, то, скорее всего, уже все. Ты скажешь, благослови Господь. Благослови Господь, да. Ну, прости, Господи. Не убьешь же ты меня за это. Артем, хочется еще сказать, что вы просто... Ну, вот представьте. Ну, вот взяли, вы наелись сейчас. И чего? Чего как бы... Радости нет, да. Радости не будет. Мы это вам гарантируем. Будет только разочарование и боль от того, что вы приступили. Собственный обед, который дали себе и Бога. Хорошо, у нас есть еще один человек, который хочет рассказать про свои методы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел сказать, что, ну, вот, как бы, там, закрыть глаза и отрубить, там, как бы, метафорически руку, это все-таки неотложная помощь. А иначе я все-таки исхожу из того, что зло не имеет под собой никакой сущности несотворенной, не вечно божественной. Поэтому оно всегда пользуется чем-то добрым. Соответственно, оно предлагает что-то доброе, как бы, на крючке, да, как приманку. И, соответственно, ну, мудрость, как бы, взять приманку и не проглотить крючок. Иначе можешь потерять всякую часть видов, вот так вот, закрывая глаза. Так, а теперь на человеческий переводите, Дмитрий. Как это в практическом плане выглядит? А вот, по-человечески, на самом деле, это надо иметь вдохновение Святого Духа, чтобы сделать. Ну, извините, но вот в практическом плане Иисус Христов сказал, что, что вам говорят, например, фарисеи делайте, по делам и не поступайте. То есть у фарисеев на воскрылих написаны правильные лозунки, которые вам могут помочь. Так, как змей подошел к Еве и сказал, что оправданно, что Бог вам сказал, да, надо сказать правду, да, то есть вычленить правду, но не поддаться на воскушение. Или там Иудовский раз говорил, надо помогать нечем, правда, да, но не значит, что не надо почитать Христа. Хорошо, спасибо. Такую из слов Дмитрия. Мне кажется, что здесь такое. Разуметь, да. Попытка свалить все в одну кучу. И фарисеев, значит, и Еву, и змея, и так далее. Потому что, действительно, ну, то есть, как бы, насколько я понял предложение, Ева должна была подумать, ага, значит, это действительно, поесть-то что-то же надо, пойти и другой плод какой-нибудь съесть, ну, и тем самым, ну, то есть, я вот так вот понял. Но на самом деле это не работает. То есть, когда у тебя есть коробка конфет, ты не пойдешь есть стейк там, да, или читать хорошую книжку. Рациональное зерно здесь такое. Ведь молитва должна нас подготовить к искушению. Вот самое страшное искушение, которое описано в Библии, гефсиманское моление о чаше. Господи, да, пронеси чашу сию мимо меня. Вот. И написано, что Иисус пошел в Гефсиманию по обыкновению своему. Для меня это очень важный, что ли, очень важная деталь текста. Выдержать искушение можно только если у тебя есть некое обыкновение молитвенно себя готовить к усмирению своих собственных страстей и так далее. Даже Господь, которому онтологически был несвойственен грех, да, вот, он это делал. Что уж говорить о нас. Практическое применение, раз мы здесь в студии мужчины сидим, возможно, слушают мужчины, искушение порнографии. Вот, допустим, сидит мужчина дома, один, перед компьютером. И сейчас везде эти баннеры, там, что угодно, какие-нибудь видео, там, лезут прямо тебе. И опять же, твои три стадии. На первой стадии проще всего. Увидел, так, что-то мне не нравится. Встал, выключил компьютер, пошел полы мыть, я не знаю, там. Или пошел на улицу, сходил в магазин, купил что-нибудь жене вкусного, да. Вот она, первая стадия. Если ты полез уже на этот сайт, то все. Все, да. Ты попал уже. Как правило. Ты потом уже не выберешься. Ну, я бы, ну, значит, мне кажется, что, конечно, встать и начать отжиматься, это некий палеотив. Ну, или пойти рубить дрова там. Ну, потому что оно тебя через полчаса настигнет. Ну, то есть, здесь нужны действительно духовные методы борьбы. И при этом мы должны все-таки различать какие-то вещи, да. То есть, иногда нам есть предложение действительно совершить грех, да. Иногда есть, ну, довольно невинные какие-то желания, да, там, у человека. Я сейчас не про порнографию, конечно, говорю. Вот, поэтому, ну, есть грань между таким самовольным, смиренно-мудрым, как говорит апостол Павел, да, там, небрежение о насыщении плоти, там, когда ты измождаешь себя постом, молитвой. И, значит, ты всякий раз переживаешь, как великий грех, что ты съел на полпорции больше картофельного салата, значит, вот. Состоящего из картофеля. Да, 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 да. Вот. Почему я сказал картофельный салат? Хорошо. Помидоровый салат. Ох, что-то какой-нибудь, да. То есть, ну, а другое дело действительно кликнуть на баннер, значит, там... Соответствующего задержания. Да, вот у нас Андрей очень любит разных неоднозначных личностей в плане цитирования. Единственный способ отделаться от искушения – поддаться ему. Оскар Уайлд. Житейская мудрость в этом есть. Он фактически признает свое полное бессилие перед искушением. Он как раз говорит, это все равно настигнет. Я никуда не денусь. То есть, единственный способ отделаться – это уже поддаться, и все. Ну, это позерство. Ну, слушайте, мы же все знаем, кто такой Оскар Уайлд. Не знаем. Нетрадиционный человек. Да дело даже не в этом. Он, в первую очередь, он эстет и позер. То есть, человеку не важна правда, важно, чтобы это выглядело красиво и так далее. Ну, или ипотажно в данном случае. Ну, поэтому не стоит всерьез, значит, воспринимать эти слова. Тем более, мы никогда не знаем, когда был искренен Уайлд. Либо когда он говорил вот такие вещи, либо когда он писал, значит, свой профундис из глубины, когда он сидел уже в тюрьме в конце жизни. Тут важно то, что, как уже Андрей сказал, если ты поддался искушению, ничего хорошего из этого не вылезет. Как минимум, у тебя не будет радости, ну, как в случае с пуговицами перламутровыми. Ну, ты всякий раз будешь, ну, уже жестоко обломан просто, да. А в худшем случае у тебя могут быть даже суицидальные, потому что, ну, какие-то настроения. Потому что дьявол, он же ведь для чего и искушает-то. Его цель – украсть, убить и погубить. Он это успешно делает. Он сначала крадет у тебя радость. Причем он говорит, я тебе дам радость. Да, да. Ты делаешь, радости нет. Делаешь, радости нет. Нету, да. И ее все нет. И всякий раз ты все равно попадаешься. Да. Как советовал, значит, в письмах Баламута у Льюиса очень хорошо, да, там, искушение гордыней, там, порочный круг. Когда, там, ты действительно смиряешься, да, там, сатана тут же тебе подсовывает мысль, что ты молодец, ты такой смиренный, да. А когда ты ловишь себя на том мысли, что ты гордишься своим смирением, то тебе тут же посылается мысль. Ну, смотри, какой ты духовный проницательный. То есть, ты распознал, значит, что ты гордишься своим смирением, значит, и так далее. А когда ты осознал что-то, что ты... Да, то есть, и разорвать этот порочный круг, Льюис, значит, советует. Надо просто посмеяться и пойти спать в этот момент. Потому что, ну, то есть, сколько можно уже вот это вот накручивать, вот это. Иногда, ну, нужно вот поступить так. Иногда нужно засмеяться и пойти спать. Потому что уже нужно поверить в то, что от сатаны радости никакой не будет. Да, то есть, вот, не будет. Для меня гораздо важнее вот распознать, где действительно, ну, там, для человека, где самовольные смиренные мудрые, а где действительно вот заповедь Божия. И это подчас, ну, непростой выбор. В современном мире стало больше искушений? Труднее человеку бороться с искушениями? Или, в принципе, ситуация всегда одна и та же и не меняется? Ну, вот мы до эфира уже обсуждали эту историю про террористку, которую спас консюмеризм. Значит, условно говоря, это общество потреблений. То есть, террористка-смертница, которая была готова взорвать себя в людном месте, но увидела на витрине магазина кофточку, которая ей так понравилась, и пробудила в ней такую жажду жизни, что она раздумала, значит, покончить с собой и пошла и сдалась там властям. Это случай исключения какой-то. Ну, почему? Иногда вот Господь... Ведь радость, она не греховна, на самом деле. Ну, вот купить кофточку и порадоваться кофточке, это не грех. Другое дело, когда ты на этом сидишь уже. Да, грех это, когда ты вместо того, чтобы купить хлеба ребенку, покупаешь себе кофточку, залезая в долги. Или ищешь радости только в этом. Да, или если это единственная радость в твоей жизни, которая затмила Бог, когда кофточка стала идолом. Это идолослужение. Напоминается, да, старый советский анекдот, когда подняли цены на водку, и маленький мальчик спрашивает, папа, значит, теперь ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, теперь ты будешь меньше есть. Меньше есть, да, да, да. Вот это я и думаю. Сбежать от современного мира в монастырский эскит, например. Не помогаешь. Можно ли убежать от искушений? Нет. Всякий искушается, обольщаясь собственной похотью, собственно говоря, написано. Вот от себя убежать невозможно. Ты можешь скрыться в монастырской кельне, но там тебя настигнут все те же искушения. И, собственно, вся житийная литература, посвященная... Это борьба с искушениями. Борьба с искушениями, которые посещают пустынника, человека, который ест акриды, дикий мед. Никаких ему там женщин голых вокруг не ходит. Но вдруг неожиданно оказывается, что все голые женщины сидят в твоей голове. Главный сексуальный орган – это голова, конечно. Ну, то есть, и поэтому... Да, и вся похоть, вся... То есть, из сердца, из внутренней исходят злые помыслы. Да. Поэтому бороться нужно. И, может быть, нет, может быть, в пустыне-то оно и легче. Какие-то искушения побеждать, умерщвлять плоть. Ну, я помню, читал воспоминания человека одного об армии. Он там рассказывает, что вот он служил там полтора года и попал в госпиталь там неожиданно. Ну, там серьезно заболел. И в госпитале он с ужасом себя поймал на мысль, что впервые за полтора года ему захотелось, значит, сексуальных каких-то отношений с женщиной. Потому что... Сестра там была. Да, предыдущие полтора года у меня было всего два, а, три желания, значит, чтобы поесть, поспать и чтобы ушли все мужчины. Значит, просто остаться одному в пустыне. То есть, никаких половых искушений не было. Ну, то есть, можно, наверное, армию причислить к эффективным методикам. Ну, это, кстати, просто потому, что человек все время занят, у него сил нет на это. Ну, да, да, естественно. Страдающие плотью перестают грешить. Там, кстати, он вот все обрывают эту цитату, что страдающие плоти перестают грешить. Как будто бы страдания плоти автоматически выключают какую-то способность грешить. Да, они вытесняют что-то. Но там же сказано дальше, чтобы оставшееся уже время жить не по плоти, а для славы Божьей. То есть, человеку просто становится жалко времени на грех. То есть, он это... Георгий из Испании, то есть, у нас география проекта так расширяется. Очень хорошо. Вот, на прошлой неделе у нас было там от Хабаровска до Крыма. Сейчас вот еще Испания присоединилась. У них еще сиеста не началась там. Да, да, еще долго до сиеста. Цитату Георгий приводит из Библии, из Священного Писания, из книги Деяний. Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в свое сердце мысль солгать Духу Святому и таить из цены земли. И такая вот тоже история забавная тоже про искушение. Причем это вот из разряда каких-то нелепых искушений. Который ты просто... Ты видишь эту историю в Библии, читаешь, и ты понимаешь, что в твоей жизни-то тоже такие моменты бывают, когда вот не то, чтобы там старушку замочить, а когда ты попадаешься на каких-то несуразных вещах абсолютно. То есть, зачем было... Оно того не стоило, да? Да, да, то есть, оно просто того не стоит, оно как-то вот бессмысленное. А зачем? Ну, не продавал бы тогда. Зачем? Продал и сказал, что отдаю все, отдал не все. А вообще какая-то глупая ситуация. Ну, на самом деле, всегда... Ну, это с любым искушением. Ты же всегда потом думаешь, какой я был... Как я мог? Зачем я вообще это сделал? Даже поев в фастфуде, ты думаешь, что же я не дотерпел-то до нормальной еды. Сорвался. Да, там это вот. Ну, и здесь тоже. Ну, бывают нелепые искушения, да, после которых особенно вдвойне стыдно. Давайте про биологию искушения поговорим. Мозг, насколько я понимаю, устроен так, что, получая какое-то удовольствие, он тут же создает нейронную связь. Вот это вот событие, выработка гормона, удовольствие. Все, связываем. Значит, событие надо повторять, потому что это приятно, потому что мозг гормональный наркоман. Вот если долго держаться от искушения, уберется ли эта нейронная связь? То есть поменяется ли твое мышление, твой взгляд на это? Или же это навсегда с нами, если однажды дорожечка была протоптана? Я думаю, что определенный навык вырабатывается, и даже психологи говорят, что любой устойчивый навык формируется за 21 день. То есть, условно говоря, если ты 21 день не смотрел порнографию, то есть я вот сколько консультирую мальчиков зависимых, они всегда, ну, то есть я им всегда даю совет, тебе нужно выдержать три недели. Потом, ну, то есть тебе просто будет гораздо легче. Да, тебе будет очень... Ну, понятно, что если через два месяца ты опять залезешь, у тебя начнется все по-новой. Но, в принципе... Но мозг сам не будет так сильно... Да, но мозг сам тебя не... Ну, то есть как бы сатана не будет тебя через твои вот... Стоп, сатана или мозг? Я думаю, что они работают в союзе, в паре. Но мозг в данном случае, ну, не бедный наш орган, состоящий из разных там веществ. Понятно, что хотя там тестостерон, все эти... Ну, то есть химия, конечно, здесь... Это тоже инструмент, скажем так. Но есть в нас греховная наша природа, есть мир, который искушает мир греховный, есть сатана. Три наших врага. Мир, значит, плоть наша греховная и дьявол. Вот это три источника искушений. Все они работают в гармонии, в союзе. Дьявол с дьяволом... Ну, собственно, вот тебе ответ на вопрос. Можно ли убежать? Ну, из мира ты, может быть, убежишь... От себя не убежишь. От себя, да, и от этого тоже не убежишь. Может быть, ты убежишь от сатаны, да, условно говоря, там, попадая в какую-то... Ну, мало ли, там... В гробе гроба Господнего. Да, да, да. И в купеле со святой водой ты будешь просто вот жить, там, как лягушка. Да, то есть так вот, чтобы тебе никто не приблизился, еще и чесноком обвесившись на всякий случай. Да, но от себя ты никуда не денешься. То есть одно из трех, оно всегда будет с тобой. Рональд Рейган, друзья мои, писал. Самый лучший президент Соединенных Штатов. Средний возраст – это когда из двух искушений выбираешь то, которое позволит тебе вернуться домой до девяти вечера. Я вспоминаю не очень хороший фильм, о чем, как там говорят... Не о чем говорят, «Мужчины-2», по-моему, да? Там, где Алексей Кортнев рассуждает и говорит, ну вот, когда ты молодой, тебе предлагают, поехали к девчонкам в баню сходим. И ты срываешься, едешь и тусишь там и так далее. А потом вот, когда тебе уже за 30, ты такой думаешь, вот и ехать на ночь глядя, завтра вставать рано утром. А что там, девчонки? Что, опять пить, что ли? Вот что? То есть, Рональд Рейган об этом же. С возрастом приходит какая-то мудрость. Нет, с возрастом просто приходит безразличие к некоторым глупым удовольствиям. Интересно. Ну, то есть, приходит усталость, да. Оскомину набил. Да, да, да. Ну, уже сколько можно просыпаться утром. Непонятно с кем. Ну, вообще просто с ощущением этим, с этим ощущением. Зачем вот это был-то опять? Вот. Вот, да, старость – это хорошее. Потому что приходишь к такому, к соломоновскому пониманию жизни. Да, да, да. К нему, самая депрессивная книга Библии. Экклесиаст. Да, да, всё в суетах. Всё какая-то ерунда, ничего неинтересно, ничего не радует больше. Я сегодня спросил одного человека, как он побеждает искушение. Человека-фаната компании, значит, с надгрызанным яблоком. Как он побеждает искушение приобрести очередной, вот, самый новый, самый последний. Он говорит, да просто денег нет, поэтому искушения нет. Вот. То есть, так что здесь получается точно такая же картина. То есть, ну, давайте... Ты уже не можешь поддаться искушению. Да, то есть, я смотрю. Ну, есть определённые методы хирургические, ребята, которые применяли, чтобы не поддаваться одному из видов искушений. Да, радикально. Ну, кстати, Христос говорит, что есть копцы, да, которые сделали себя таковыми для Царства Небесного. Вряд ли он говорит о хирургической операции, скорее всего, это гипербол. Но есть, ну, да, то есть, такие вот, ну, то есть, человек вот, как бы, держит себя рука, то есть, даёт себе такую установку. Ну, как сказать, сейчас косвенно, да, но не могу не зацепить, то есть, там, целебаты и бесчисленное количество скандалов, связанных... Ну, Мартин Лютер как раз с этим и боролся. Кстати, вот интересно, что Мартин Лютер не был против монашества как такового, да, но он говорил о призвании от Бога. Но большинство монашеских обетов, и он обет, который дал, то есть, он считал, что это обеты, данные под влиянием обмана. То есть, нас обманули, нам обещали, что если ты дашь монашеский обет, то, во-первых, ты точно спасёшься, да, там, то есть, как бы, лишний бонус заработаешь, да. Во-вторых, тебе будет, ну, как бы, проще жить, ну, то есть, ты победишь все искушения. При этом Мартин Лютер понял, что искушений не меньше, да, а даже где-то больше. Во-вторых, прочитал Библию и сказал, ба, оказывается, делами закона никто не оправдывается перед Богом. Облом. Что за ерунда, я тут, понимаешь, это. Поэтому давайте все отказывайтесь от глупых монашеских обетов, если вы их дали вот под влиянием обмана, если вас обманули. Вот, ну, естественно, если у вас есть призвание от Бога, да, то есть, вот, как об этом пишет апостол Павел, ну, тогда да, тогда... Ну, то есть, у нас получается такая картина, вот уже ближе к концу сегодняшней передачи. Напомню, что в программе «Б» мы говорим об искушениях, вопрос ко всем слушателям, как вы с ними боретесь, ну, и, собственно, что вас настигает, да, то есть, ваш метод преодоления 8800-333-1706, такие конкретные сочные примеры. Да, у нас получается такая картина, что от искушения избежать мы, убежать мы не можем, что оно всегда будет с нами, что никакие радикальные методы, собственно, не помогают, да, ну, за исключением, там, старости или, там, каких-то физических... Смерть, впрочем, очень хорошо. Лучшее средство от головной боли, это гильотина. Вот, царство Божие, в царстве Божьем нет искушения. Ну, вот интересно, усмотрит ли кто-нибудь в этом призыв к самоубийству? Если что, на всякий случай, я специально говорю, здесь не был призыв к самоубийству. Смотри, еще один, вот сюда же в копилочку методов избегания, Фред Шеро, это, я так понимаю, какой-то французский мыслитель, я, к сожалению, не посмотрел, кто это, но цитата интересная. Искушения редко навещают нас, когда мы работаем, именно на досуге люди сходят с ума или женятся. Вот он о занятости говорил, ты, Павел, про армию, вот эту вот историю рассказал. Ну, да, да, праздность один, ну, то есть, лень и праздность, оно лезет в голову сразу же, вся гадость, из нас лезет вся гадость, когда мы ничем не заняты. Да, да, и я по себе знаю это, да, стоит тебе, ну, вот ты сделал выходной, там, раз в три месяца, наконец-то себе, да, одни сутки ты можешь, как бы, чисто отдыхать, там, спать или еще что-то, вот, но на вторые сутки ты думаешь, а что делать-то, собственно говоря, вот. Вот, возможно, это тоже болезнь, не умение отдыхать, да, да, то есть, вот, но на тебя начинают посещать какие-то совершенно дикие мысли, да, там, вот, я даже не буду их озвучивать. Настолько дикие, нам страшно. Вот, поэтому ты срочно начинаешь придумать себе какое-то дело, ну, благо, когда у тебя трое детей, там, они сами тебе придумывают дела, то есть, всякие, да, вот, это еще что-то хорошо, а если ты там один, конечно, очень тяжелый, поэтому нужно куда-то, конечно, сбегать, не в худые сообщества, которые развращают добрые нравы, а в сообщество хорошее. Ну, то есть, вот, по чуть-чуть, вот, оно немножечко работает, да, то, что ты сейчас перечислял, избежать, в принципе, от каких-то искушений, да, немножечко можно. И работая, да, укрыться можно. Это вспомогательные средства, это то, ну, как, условно говоря, это рояль, это инструмент. Вот, если ты купил себе, вот, ты хочешь стать гениальным музыкантом, у тебя есть искушение не стать, а ты его решил победить, и ты для этой цели купил себе рояль. Он тебе, конечно, очень сильно поможет стать гениальным пианистом, потому что без рояля стать пианистом довольно сложно, вот, хорошим. А гениальным тем более. Да, и гениальным, да. Ну, нет, в глубине души можно, конечно, себя ощущать, главное, никому об этом не говорить и умереть в этом убеждении. Но без рояля невозможно, но если ты не будешь работать, то так ты и останешься не пианистом. Вот, здесь то же самое, да, убежать от искушений нельзя, да, по большому счету, вот эти вот сами по себе вспомогательные средства, они не панацея, то есть, они сами по себе не работают, нельзя приложить к больному месту телевизор, да, и исцелиться, или радиоприемник. Вот, надо все-таки пойти к врачу и начать пить, значит, это, какие-то таблетки, да, там, ну, и радио слушать, где тебя, там, значит, еще убеждают, и, может быть, кто-то даже молится о твоем исцелении. Ну, вот, а просто радио прикладывать не работает. Поэтому и здесь точно так же, нужно идти в святые сообщества, нужно молиться, нужно отсекать, значит, себе руки и выкалывать глаза фигурально, значит, да, то есть, вот, устранять себя физически из места искушений. Вот, значит, очень хорошее слово, апостол Павлу, есть один глагол, уклоняйся, вот такое слово из лексикона боксера, да, то есть... Вот слева, да, он Тимофею пишет, бегай, Буда. Да, бегай, убегай, Буда, да, то есть он что-то... Не надо с ним махаться, сражаться, он победит, победит. Так, а вот если человек неверующий, да, вы такие вот радикальные средства, это сейчас для тех, кто, ну, хотя бы какое-то отношение имеет к вере, там, к церкви, да, то есть если обычный человек, он искушается, там, ну, те же самыми какими-то, там, сексуальными вещами, кредитами, ненужными покупками. Да, мало ли, игроманией какой-то. Игроманией и так далее, да, то есть вот ему-то что делать, бедному? Ну, здесь нужна серьёзная духовная и психологическая помощь. Если человек попал в какую-то зависимость, зависимость преодолевается не вдруг. Иногда без помощи другого человека, священника. Ну, психолог доведёт до определённой стены, ну, даже светский или верующий психолог, за которым всё равно начнётся религия, то есть за неким рубежом, за неким пределом. Собственно, честные психологи, ну, об этом говорят, сколько раз я с ними говорил, что, ну, как бы мы можем довести человека до определённого момента, за которым начинается религия, да, то есть, ну, а дальше мы ему уже говорим, ну, либо ты идёшь там к священнику, ну, то есть всё, мы сделали всё, что могли. Звучит не очень, мы сделали всё, что могли, вызовите священника. Да-да-да, но что здесь такого? Мы работаем в паре с психологами, что ли? Значит, поэтому сложные случаи должны требовать сложного лечения. Кстати, очень интересно, я недавно читал интервью с папой римским Франциском, у него есть замечательный совет, он говорит, с сатаной нельзя разговаривать, то есть, потому что как только ты начнёшь с ним вести беседу, он тебя переговорит. То есть, вся история мира об этом говорит, да, то есть, начиная с Эдемского сада и так далее. Сатану нужно, ну, в смысле, от него нужно уходить, то есть, нужно молчать, да, то есть, и обращаться к Богу. Как только ты начнёшь с искушением, там, вести какой-то диалог, всё, ты проиграл, тебя переговорят, у него больше опыта элементарно, чем у тебя в ведении переговоров. Поэтому надо, разговаривать нужно с Христом. На его стороне твоя плоть, твоя греховная природа, которая уже продалась ему ещё давным-давно. Да, да поэтому разговаривайте с Богом, вот, собственно говоря, не надо разговаривать с искушением. Да, то есть, сейчас, если про дежавю, наша рубрика, да, то есть, когда мы говорим о каких-то творческих произведениях, литературных или художественных, фильмах и так далее, то есть, мне здесь два фильма вспоминаются. Ну, во-первых, который упомянул Павел, да, Кость, он на такую аллюзию бросил с рубкой дров. Ну, да, да, с прочеледрома, да. Да, то есть, тоже, ну, классическая ситуация, то есть, бравый мачо, который, в конце концов, то есть, вот, падает, сражённый, наповал и так далее, каким бы ты ни был. Шарнелла Мути тебе. Да, то есть, да, тебя это настигнет, то есть, в жизни каждого мужчины найдётся своя Мути. Своя Мути, да. Вот. Я даже не знал, как её зовут, я фильм-то смотрел давно. Актриса. Ну, актриса, ну, что. У неё какие-то там, что-то с России просто есть, поэтому я про неё знаю. А второй, да, хороший, хороший очень фильм, называется «Адвокат дьявола». Ты вообще не смотрел. Если это украшение стропкио, я смотрел в детстве. Шикарное кино просто с Аль Пачин и Киану Ривзен, вот, как медленно, как происходит этот процесс, как раз вот обману, да, то есть, целая цепочка каких-то мелких искушений, которые приводят к тому, что потом ты находишься в таком состоянии, что, ну, а, собственно, ты уже всё. То есть, тебя уже купили с потрохами, и когда в конце, вроде бы, герой вот этого Киану Ривза, он всё-таки преодолевает, к нему приходит искушение с другой стороны. То есть, он, дьявол, получается, возвращается, и на другую совершенно крючок он его ловит, и на этом всё, конец. И мы понимаем, что «памс», да, продолжение следует абсолютно. Вот, поэтому в данном случае, конечно же, есть очень хороший совет в Священном Писании. Вот здесь верующим повезло, да, то есть, как мы вот говорим, что тут есть те, которые не верующие, друзья, ну, вы попали, вы попали просто по-крупному, потому что, ну, выхода нет. Нет, ну, точнее, он есть, но он один и единственный, да. Да, самостоятельно никак не преодолеть, потому что… Да, то есть… Кстати, путь один, выход один. Я вот разговариваю с людьми иногда о вере, и они мне говорят, ну, здорово, что ты веришь, ну, путей, понимаешь, много. Люди убеждены, что почему-то путей много, хотя в Библии ясно сказано, что путь один. Христос говорит о себе, я, я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Богу, да, кроме как через меня. Апостол Иоанн тоже пишет, что путь один, что всякий, кто не принимает Христа, тот выставляет Бога лжецом. Вы что, ребята? Нет. Поэтому и спасение от искушения настоящее, оно только в Боге. Ну, нет другого пути. То есть все остальное будет лишь каким-то временным побегом, временной рубкой дров. А мне все равно настигнет. А я бы даже еще больше это усложнил, потому что сейчас это выглядит так, что прими Иисуса Христа, и все проблемы твои решатся. Нет, у тебя твои рояльные решатся. Да, они, кстати, даже увеличатся, искушений будет больше, потому что то, что ты раньше… Потому что ты поймешь, что это все грех, да. Да, да. Очень хороший лозунг на входе в церковь. Все грех. Вы достаточно так. Это как все лгут, да? Да, да, да. Все грех. Или все может стать грехом, на самом деле. Но мы говорим во Христе, во-первых, о помощи, во-вторых, о спасении. То есть, несмотря на то, что ты в жизни накосячил и иногда поддаешься искушениям, Христос тебя спасает. По благодати, а не по делам твоим. Это точно. Вот это очень важно. Вспоминается в этом смысле диспут, религиозный диспут, описанный Борисом Акуниным в одном из своих произведений, когда японец там спорит с православным диаконом о том, чья вера лучше. Ну, и о диакон там очень простодушный. Он говорит, какая хорошая у вас вера. Там, значит, это если я хорошо себя буду вести, я в следующей жизни архиереем уже, значит, смеюсь. Тот говорит, да, сможешь там. А потом и патриархом сможешь. Ну, то есть, он говорит, хорошая вера у вас. Он говорит, ну, вот это только если вот я как бы сильный человек. А если человек душой услаб, да, что же вот карма-то его будет бить там, да, и никто ему не поможет, ни Богородица, ни ангелы святы, ни поддержат его, ни Господь его не спасет. Нет, все-таки наша вера христианская, она милосерднее. Ну, все равно, когда ты веришь в Бога, ты вступаешь на этот путь, правильно же, да, и как, опять же, апостол Иоанн пишет там, свидетельство воды, крови и Духа Святого. То есть, воды – это свидетельство крещения, отказа от своей предыдущей жизни, готовности следовать за Богом. Крови – это Христова кровь, Христово спасение, да, которым мы принимаем прощение. И Святой Дух, который работает в нас, на самом деле меняет нас и все-таки с искушениями помогает нам бороться. Это действительно так. То есть, мы не говорим, что это вот так, бам, и все. Эй, ты живешь без искушения, у тебя все хорошо. Я к рецепту хочу вернуться, я начал говорить, да, вы меня перебили. Я прошу прощения. Простите. Да, ничего страшного. Несколько раз в Библии об этом упоминается, непрестанно молитесь. То есть, вот этот вопрос очень часто люди задают, то есть, что это такое? То есть, это как раз, наверное, то самое лучшее состояние человека, как мы говорим, да, что даже если ты 10 раз прочитаешь «Отче наш», кто бы ты ни был и кем бы ты ни был, но если тебя вот что-то искушает…